Вартари тоже такие же разные, как и играть. К ним нужен подход. Один с настроением, другой без настроения. И вот нужно каждому подходить. Вот и своя психология, своя мотивация. Даже те же самые игроки в конце. Игроки в основном устают физически. А вартари, потому что они как находятся на последнем рубеже, они всегда устают психологически. Намного больше, чем болевые игроки. Начинаем с пробежки. Побежали. Они разные люди. И нужно иметь свой подход. Тут же идет конкуренция. Опять же, они не знают, кто будет играть. И поэтому, может быть, они под своим сознанием думают об этом. Кто будет играть? Буду я играть. Коридор, центр. Пошли верхние ловы мяча. Саш, потихоньку начнем. Время же не рождается, не становится. За счет работы. За счет каждодневной работы. Пахоты, в воротах, на тренировках. Саша, со сколько мы земли на месте начинаем? Потом уже сделаем движение. Ну, начинал в поле. А потом уже меня как-то тянулся ближе-ближе к воротам. А тут некоторые уже, бывая со школьниц, с коммитом, с академией, уже, по крайней мере, начинают в воротах пробовать себя. И за счет труда они достигают высоких вершин. Начиная, к примеру, во дворе где-то, потом в академии, команда, сборная. Первое. Идет удар на фишку. Ты перемещаешься лового мяча сверху. Возврат мяча. Даже если вспоминать мою бытность, у нас был тренер, который просто-напросто нам бил. То есть, какие-то технические элементы. Нам ничего не говорили. То есть, мы как бы сами-то все достигали за счет тренировок. А сейчас, в связи с тем, что появились тренер-вратарей, которые могут сказать, как правильно нужно действовать. Еще больше диагональ, иди. Да, два. Хорошо. Начнем с того, что в свое время, когда я играл, конечно, мне нравился Досаев, Шумахер. Такие вот две величины. Потом уже последний момент, когда Шумахер шел, Шумехель импонировал. Лемон. Такие колоссальные фигуры. Ну, сейчас, в принципе, практически много вратарей-то хороших. Наш вратарей-то, Кенфеев тоже. Готов, Саш? Да. И на тебе хорошую. Все, я вас покидаю, ребят. Матвей! В одно касание. Пошли. Раз, два. Здесь, если говорить про сборную, то есть мы садимся перед играми и именно смотрим соперника. Индивидуальные действия нападающих и стандартные положения команды соперника. Пять, шесть. Хорош. Готов, Матвей? Пошли. Раз, два, три, четыре, шесть. Сейчас одна, вторая. Правая, левая. Сейчас опять же все поменялось. Если брать прошлые времена, когда вратарь мог быть. Вратари могли штрафной площади отдавать. А сейчас уже футбол-то поменялся, скорости поменялись. Правила игры поменялись. И поэтому игра заставляет вратаря играть ногами. Потому что с нас особо раньше этого не требовали. А сейчас мы это требуем. И с нас, и тренеры первые тоже требуют, чтобы именно вратарь хорошо играл ногами. Хорошо, да. Хорош. Делаем пять в одну сторону. Сильно ногой. Пауз, потом меняем в сторону. Сразу, Матвей, да. Раз, два. Пошли, ближняя, да. Раз, два. Хорош. Раз. Один, Матвей. Пошли. Раз. Хорошо. Даже если где-то не получилось, то всегда стараюсь подбодрить. И направить нужное русло. Но так, чтобы ты не то делаешь, как у нас бывает зачастую. Да, там, да, что ты делаешь. И начинает как будто психологически давить. Даже если он что-то не то сделал, все равно его надо подбодривать. То есть говорить о положительных результатах. Два. Только правая. Только правая. Да. Возврат, да. И здесь уже раз. Хорош. Раз. Возврат, да. Сейчас попадешь. Ничего-ничего, да. Раз. Главное направить правильно. Два. Три. И один, Матвей, здесь уже. Давай, сделаем один. Пошли, Мотя. Раз. Два. Пошли, Мотя. Да. Хорош. Два. Отлично. Отлично. Пошли. 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 До новых встреч.